привет привет мои хорошие добро пожаловать на мой канал это видео я снимаю специально для новых моих подписчиков которые пришли и придут в дальнейшем старые мои подписчики всю нашу историю в принципе знают все вместе мы ее переболели вот хотела рассказать о своей семье своих малыша потому что часто приходят вопросы так как я скрыла уже старые видео с детьми от просмотров а новые буду выкладывать на детский канал поэтому приходят вопросы о моих детях на каком сроке они родились и так далее но все начнут самого начала мы семьей живем в из мире мои дети очень долгожданные три года не могла забеременеть и вот всевышний дал нам все-таки такую возможность мне дал возможность стать мамой и на сроки 31 32 недели родились мои малыши путем кесарево сечения про то как я именно родила полностью вот у меня есть на канале видео я не буду в этом в это углубляться путем кесарево сечения родились они дочка весила килограмм и 70 грамм сынуля весил кило шестьсот сорок их сразу забрали в реанимацию я даже не смогла их обнять ничего такого не было забрали в реанимацию у сына не было принципе никаких проблем на сегодня по сети нет этого чтобы дальше не было его просто держали в реанимации за компанию ждать и доченькой доченька родилась слабенькой маловесной она тут дышала сама то нет и поэтому на реанимации провела полтора месяца но у нее помимо это были еще проблемы у него был мэк проблема кишечник она провела полтора месяца в реанимации она же сына перевели больницу в пн а вот потом история анимация которая лежала дочь и перевели другую реанимацию которые где в ту больницу где лежали мы с сыном чтобы мы не были в разных больницах и вот каждый день я бегала к дочери свою реанимацию пока лежала с сыном когда нас сыном выписали каждый вечер приходила давали видеться буквально в сутки пять минут это самое больше что разрешено у нас в реанимации иногда мне давали больше когда там была на дежурстве наша врач спасибо ей большое она разрешала подольше поботься своим малышкой вот полтора месяца моя дочь правила в реанимации потом лежали в пн вместе с обоими малышами лежал в пн и вот где-то в общем месяц два с половиной три месяца моя малышка провела медучреждения она набирала вес очень слабо она и сейчас у меня худенькая всего где-то восемь с половиной восемь восемь с половиной кило вот набирала вес очень слабо первый месяц полтора она практически ничего не брала ой не набрала на даже первое время скидывала потому что у него были проблемы с кишечником нэк на все вырывала мы не могли подобрать смеси когда ли все это было моё молоко и категорически было нельзя первую неделю мы давали моим молоко я саживала как положено каждые три часа носила и вот потом ее начался нэк и сказали чтобы не давала ему а вот поэтому она прошла столько всего вот поэтому она сейчас немного отстает в развитии от своего братика с нуля давно в развитии очень быстро так на своих сверстников где-то месяцем семи к восьми уже догнал сверстников дочери еще в пути но у моих детей нет никаких страшных диванах диагнозов которые надо лечить годами так далее но преждевременно рожденные дети на таком сроке должны наблюдаться первые три года постоянно врачи чем я и занимаюсь мои дети постоянно обследуются точнее постоянно обследовать за что на периодически получает своих подписчиков что я их таскаю по врачам и так далее я мама я хочу чтобы мое сердце было спокойно что потом я не пожалела что потом мне ребенок сказал мам почему ты меня не проверяла почему ты меня не вылечила и так далее поэтому я вожу их ко всем врачам которым только можно вот всех врачей которые должны были пройти мы прошли плюс я ходила всегда одновременно к нескольким специалистам 90 процентов наверное врачей которых посетили это были частники это не гос или не государственные учреждения не из-за того что я не доверяю прям государственным учреждениям нет для того чтобы не стоять в очереди не ждать эти талончики и так далее вот все мы прошли все хорошо у моей девочки вот единственное у нее вот и много отставания в развитии моторного развития больше ничего нет вплоть мы ездили в москву к нейрологу одному из лучших она тоже подтвердила что единственное что у моего ребенка это отстает в развитии моторный развитие вот последние врачи у которого мы были это был иммунолог и генетик один из анализов генетика один из тестов которым издавали его генетика пришел у нас прекрасно точно также последний господи я убирала этого последний мы еще ждем почему-то очень долго я уже писала генетику попросила извинилась что так долго что-то 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 но сказал на следующей неделе будет результат но я на 99 процента уверена что все хорошо моего ребенка потому что я вижу как она развивается не вижу начала последние два месяца особенно меняться догонять детей она сейчас у меня вообще молодец она становится сама с каждым не все лучше и лучше а у нее единственный диагноз который поставили итог 10 месяца полтора назад или два это вальгусная стопа все все то что можно выучить вылечить а массажиками массажики мы прошли четыре курса массажа каждый курс по 15 три курса я делала по 15 массажей последний на 4 курсы сделала 25 массажей массаж бассейн электрофорез мы все это прошли препараты которые нам назначались мы все прокололи прокапали пропили все 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 мы сделали вот вот у нас аргустная стопка которая можно принципе отредактировать откорректировать точнее отредактировать господа откорректировать можно с помощью ортопедической обуви в чем мы и ходим и вот массаж где-то через дети спят я боюсь что проснуться и не услышу ортопед сказал хотя бы месяц сделать перерыв между предыдущим массажем и следующим если я в течение месяца не увижу что у ребеночка ноги становятся лучше то начинать делать массаж но я вижу что ноги становятся лучше посмотрим может быть я все таки и начну делать массаж тоже вот вот поэтому у нас можно сказать дети двойняшки но развитие они отличаются сынули уже полным ходом бегает а дочь только-только ползает она ползала очень долго где-то месяцев 7 с 8 может с 8 наверное месяц 8 9 не буду брать 8 9 она ползала но по-другому она ползала по пластунский то в ее ползание не участвовали обе руки обе ноги одна рука одна нога активно участвовал остальные так и вот только где-то полтора месяца назад она стала на четвереньки и начала ползать как обычно ползает ребенок это не значит что все дети должны ползать на четверенках нет просто мой ребенок если бы использовалась обе ручки обе ножки наверное меня бы это не напрягало но меня напрягало что она обе ручки обе ножки не использует поэтому мы научили ползать так как она сейчас ползает вот ползает на у нее был тонус кстати тонус тоже у нее постепенно проходит остался немножко есть но это все проходит где-то с возрастом у кого к двум годам у кого к трем годам все это проходит ничего страшного этого не в этом нет так что мамочки у кого родятся недоношенные малыши вы не бойтесь вы никогда не бойтесь никаких диагнозов не бойтесь вы всегда надеетесь всегда надеетесь что ваш ребенок здоров и только всевышний только всевышний вам поможет и естественно наши медицинальные никогда не слушайте чужого мнения соседок подружек знакомых а-ля врачи в интернет овских никогда не слушать их мнения слушайте мнение только тех врачей которых вы посещаете в реальности и свое материнское сердце материнское сердце вас они когда они обманет мама всегда чувствует когда с ребенка что-то не так вы первое это увидите мама всегда первая увидит что с ее ребенка что-то не так. Другое дело, когда мама это не хочет признавать и как бы закрывает на это глаза. Это другое дело. Но мама не может не заметить, когда у её ребёнка что-то не то. Я прекрасно с самого начала замечала, что мой ребёнок отличается, один из детей отличается от другого. Я её таскала по всем врачам. Я таскала неврологи, педиатры и так далее. Мне врачи в один голос и говорили, мамочка, успокойтесь, у вашего ребёнка нет никакого диагноза, всё хорошо. Она просто недоношенная, просто недоношенная. Она просто рано родилась. Это всё пройдёт, всё пройдёт. Меня пугала её мимика, которая была одно время. Всё это прошло. Всё на самом деле прошло, как и говорили врачи. Как и говорили врачи. Но ровно сидеть на попе своей я не могла. Как мне говорили турецкие врачи, я не могла. И в принципе, я не жалею, что я не сидела ровно на попе. Я поехала на родину, Дагестан. Там мы делали массажи, там был бассейн, там был электрофорез, там назначили лечение и так далее. Лечение было лечили ноотропами. Хотя многие сейчас против ноотропов, но нам они помогли. Я не знаю, может быть, может быть, нам помогло всё в комплексе. Может быть, всё и так само прошло, и как бы пришло время и её развитие. Может быть, я не знаю, всё может быть. Но сидеть и надеяться, авось пройдёт, я не могла. Потому что у меня нет лишних детей. Эти дети настолько вымыленные, настолько вымученные. И я им рисковать, их здоровьем рисковать, точнее, не могу. Вот такие вот у нас дела. Так что, мои хорошие, я всю историю нашу рассказала. Поэтому теперь вы всё знаете. Я думаю, у вас не останется вопроса, почему у тебя храшка до сих пор не ходит. Всё потому, что ребёнок 3 месяца своей жизни, можно сказать, провёл в больнице, потерял эти 3 месяца, борясь за свою жизнь. Ну, полтора месяца точно она боролась за свою жизнь. И потом, полтора месяца, когда ей было, мне её передали, она весила 1,2 кг, по-моему. Вот этот вот комочек 1,2 кг я выхаживала. Я выхаживала этот комочек 1,2 кг, и вот рядом у меня ещё 2-х килограммовый, по-моему, комочек лежал бы. Вот эти два комочка, которые вот что-то там, вот капелюсочки такие весили. Мы выходили, вот они сейчас бегают, всё хорошо. Поэтому никогда не бойтесь, никогда. Всегда верьте, что если даже у вашего ребёнка будет какой-то диагноз, всегда верьте, что ваш ребёнок вылечится. По-другому быть не может. Потому что ваш ребёнок, он сильный, и он будет здоров. Никогда не верьте в то, что вам будут говорить про вашего ребёнка плохой. Никогда. Ваш ребёнок самый лучший на свете. Самый-самый лучший на свете. Лучше вашего ребёнка никого нет. Вот, мои хорошие. Всё рассказала, как на духу. Я, когда ещё была беременна, обещала рассказать ещё о том, как я забеременела. Такое видео тоже я сниму обязательно. Ну, не сегодня. В следующий раз обязательно. Всё. На этом я закрываюсь. Всем пока. Спасибо, что смотрели. Не забываем ставить пальчики вверх. Бай-бай. А, ещё не забываем переходить на канал моих деток. Ссылочка всегда есть под видео. Подписывайтесь. Смотрите, как развиваются мои малыши. Пока-пока.